Давай-ка, дорогой, рассказывай, как вы там. Володя оставил вот деньги, ещё сразу ему оставил. Он нам помогал, я бы не хотел. Не знаю, вот он сказал, другой раз сделайте, деньги возьмите. Рассказывай, что у вас там? Надежде Васильевне вещи не привезли? Ничего не привёз. А у тебя места не было, да? Да мне она и не просилась, мы с ней в воскресенье разговаривали. Ну, по частям хотя бы отправляла, она хочет сразу с ващами. А кто это? Не знаю ничего, в воскресенье говорила, что она поедет. Она стала вторник, её нету. Ну, сказала, что одну берут, а вещи не берут. А без вещей я как, говорит, уеду? Я говорю, частями-то я отправляла бы. Ну, тряпки-то я бы набрал. Ну, я тряпки туда-сюда каждый год гоняю. Вот, вот, именно. Мы поехали, у меня один рюкзак, больше ничего нет, ну и фуражка. Доехали хорошо и... Так, я вам материал сброшу, интересно, сегодня мне скинули. У одной из семи семеро ребятишек. И внезапно умирают от рака, и у матери, кажется, тромб оторвался, умерли родители. И они остались одни. Старший, Кристина, 19 лет. И она детей не отдала в детдом. Занялись хозяйством, коровы, куры, кролики, там чего только у них нету. Сами все ухаживают, проверяют комиссии, там, по детям, которые, чтобы отнять вреди как. Ничего нет, все хорошо. Ну, и власти какие-то узнали, и ролик сделали. Ролик-то узнали, там деньги пошли, подняли, там дома все это исправили. И как ребятишки живут, а боги ни слова нету, правда. А девчонка-то уже растет, ей 19 было, и столько женихов, говорит, по интернету. Она по интернету, я знаю, ломиться ни с кем не буду. Но, судя по его комплекции, похоже, что у нее ребятишек много будет. Все боевые, все это, как они растут, как спят, как поднимаются с просонок, и она их будет, и в школу отправляет. Там разные рыбки, хомячки, там, ну, то есть она полностью вывела их. И сегодня уже, я не знаю, старший там уже, видимо, отошел. Вот пример какой. Ну, вот о богине, там священник в одном месте, такой, что-то, господи помилуй, на кладбище, где отец. А про мать ничего не сказано. Умерла, и все, нигде нет ни могилы. Тут что-то скрыто, непонятно. Хоть могилу-то матери могли показать. Ну, вот утром я посмотрел, она там чуть-чуть не полчаса. Ну, стоило посмотреть. Значит, вот в такой ситуации, и можно руки не опускать. Да всегда можно выход найти. Да. Тем более, если в селе... Да, вот. И сейчас про Потеряевку включил, туда этот материал поместить, или она там его увидит тогда. Потеряевку. Поселок Потеряевка. Вот так вот, деревня там где. Ветрачи вчера к нам приезжали. Кровососы, кровопийцы, кровь брали. Ну, я коров загнал, кого я мог, привязал, с них взяли. Говорит, надо со всех, старше шести месяцев. Да вы что, у меня бык 800 килограмм. Нас не волнует, делайте расколы, и все, иначе делаем расколы. Я не представляю, это как-то загоняют в клин, там впереди, сзади перегораживают, там между ног. Кровь надо брать с них. Большой-небольшой сами ловите, мы будем брать. И вот в четверг приедут теперь, я 8 поймал, а у меня еще штук 10. Так рога бы пообрезали, которые немножко хотя бы. Я обрезал рога коровую. А? Рога-то я обрезал, но они здоровые, они дикие у меня, я же их не загонял все лето. Ну да, ну да, ну понимаешь, страшная рога-то страшная просто, а так-то тупые хоть будут. Но в интернете обрезают, они там сантиметров 5 оставляют, кровь еще-то они сразу заделают и все, но мне даже жалко стало. Там у нас какие-то приборчики прижигают им, когда они маленькие, не то месячные что ли. Ну да. Ну в общем будем в четверг ловить, я не знаю, они нас поубивают все, там же они все попереломают у меня. Ну закон новый, говорит, сменился начальник и будут требовать теперь. Так, ниоткуда никаких больше надзоров там не было, ничего? Нет. Не слышно. Ну все, теперь тоже к зиме дело-то пошло. Через неделю, может, температура другая будет. А у нас год вчера один приехал, Арменин. Мы поинтересно это знали. Именно к вам? Ну да, он здесь был день, у Сергея ночевал, ему надо выехать. Ну там определенные причины. Он два года почти ездил, и там сколько месяцев жил у Германа Стерлигова, где работал. И вчера Германа Стерлигова тут разговору нашел, я ролик ночью уже выставил, какой. Назвал «Главный разрушитель». А Боге нет ничего. Он даже не знает, крещен или не крещен, и дети такие же. Я говорю, ну в субботу, воскресенье-то хоть где-то молились? Нет. Еще спрашивать. Он эти миллиарды-то грабанул, когда это лихие 90-е были-то. Ну а теперь прикидывается, что ничего нету. Ну начни строиться. Он каждому говорит, а не начни строиться. Находи у работника, работай. Сколько платил там, сколько, 15, что ли? Да я говорю, для Москвы-то 15 тысяч в месяц-то это. Это Москва. Там и учителя получают больше. Ну вот поговорили так вчера он здесь побыл, и сильно все понравилось. Заочно мы были знакомы. У него гражданство грузинское, и едет к отцу Новому туда. Прямо в этот же район, где отец Новому живет. А мы-то тут ездили. Андрей залез в бардачок-то в «Газели-то». А там лежат деньги разные. Украинские, белорусские, грузинские. Это я все ему сплавил. Ты отдашь кому-нибудь? Грузинские ваши, наши. Да нет никак. А еще они лежат. Для меня это бумажки одни. Там нигде не принимают. Я попытался в банки сунуть. Даже не глядя. Да махнули рукой. Ты чего? Я даже фунт стерлингов английский тут прислали дал. И тоже не обменяли. А ТНГ обменяют казахское. Ну, а у них правила свои. Вот так. Ну, и что сказать? Слава Богу. У нас, слава Богу, все хорошо. Володя вышел там кому-сестрам работать. Я сижу дома. У Виктора Андреевича сегодня внук еще один родился. Родился. А то говорили, повезли. А вот звонил там ночью в 4 часа молиться. И сейчас звонят, чтобы все искать. Ну, второй внук. Я говорю, ну, дедушка, давай трудись теперь. Дальше. Мы доехали. Главное, мы вот как ехали, хотелось сказать. Хорошо. Что-то там в машине не ладно. Когда она останавливается, и трогать трудно ее. А когда едет, совершенно нормальная скорость, быстро. И только мы на Пушкиной развернулись. Он трамвайный первый путь проехал, второй. И она заглохла. Половина на трамвайном пути, а половина на асфальте. Никуда. Машины идут, трамвай, все остановилось. Потом он вышел, руль держит в руках сбоку-то. Ну, и маленько машину. То ли толкнули, то ли еще. Или тормоза снял. И она катнулась вниз, и завелась. Он заскочил, и поехали. А там наклон, ну, маленько так, с трамвайного пути. А детская техника. А то мы так заводили. Жигури. Не знаю, что там. Надо что-то делать. Притом, застревала она раза два. Вот так вот. Останавливается. Как у меня компьютер. Не выключай. Я сутками не выключаю. Приехал, включил. Витя приехал, направил. Все, работает. А выключил, все, не включил. Работа у нас какая тут? Уголь привезли. Шесть тонн. Она маленькая, двадцать тысяч. Ну, уголь хороший. А тут один знакомый, она маленькая, такой, как у Андрея, привозит. Она самосвал, сваливает, все. И мы его знаем. Ну, и поэтому его и держимся. Вот все наше искусство. Я к Сиськову, наверное, сегодня. А? К Сиськову сегодня поеду. А? Он же живет здесь, уже городской он. Переехал, все, там все бросил. Ну, Скорщину уехал. Уехал. Ну, ему к больнице надо поближе. А дом как? Ну, бросил, наверное. Запечатал. Крестом окна забил. Ну, да, рядом люди живут, там присмотрят. Ну, да, никто не пьет. Понятно. Ну, найди его. Передай наилучшее пожелание, скажи, ищу Господа крепко. Он такой беспечный, стоит, все равно, ни вопросов, ничего нет. Теплохладный. У него в духовном плане, ему ничего не скажешь. Он хороший человек. Но хороших там, внизу, очень много. Никогда, ни одного вопроса у него нету. И перекрестить себя так правильно не может. Надежда Васильевна показывает ему. Евангелие, чтобы он считал там и жену, это совершенно даже не допускаю. Хотя у него все есть. Он этим не... От Шарстабитова Геннадия-то ничем не отличается. От его веры нету. А этот вроде ходит и причащается. И не... Ну, нисколько. Ну, я еще не вижу, что ли. И как сказать, я ему говорил. Вопросы какие, он ничего по-религиозному, ничего не ответит. А такое высшее образование, главный агроном и все. Мне его хочется видеть другим. Нынче-то Бог миловал, которые нападки-то были на нас, на лагерь-то, на музей-то. Никого не было за все лето. Я что предполагаю? Я сказать, прокуратура никому не подчиняется. И ни один депутат прямо не может. Он отказывает. Закон такой по закону. Но Единая Россия или Справедливая Россия, там Миронов-то, они, видимо, направили сюда что-то. И районный прокурор, он, конечно, подчиняется краевому. И по всей вероятности, а мне ответы идут, идут на прокуратуру краевую, а потом они мне присылают опять. От Зюганова там, от всех, которые там есть, партии, от Государственной Думы. А им зачем это? Притом на навозной куче. Ни одного квадратного метра сельскохоза в Годи не занимаем. И на навозной куче занимает 9 соток с оградой вместе. И, видимо, отсюда ему дали знать, что не надо это делать-то. Но зачем-то. И когда я пришел в прокуратуру прошлого у нас на день деревни-то, а которая сидит там, подполковник, принимает, ну, приемная где-то, она улыбнулась и, ну, Лапкин, с чем вы теперь пришли? И, значит, я сразу свекнул, что-то там где-то, где-то есть. С чем пришли? Я говорю, я пришел в прокурора края пригласить в Потеряевку. Вы так много для нас сделали. Я не знал, я ничего не имел в виду, кроме того, что землю там тогда помогали, приезжали-то. Она, у-у-у, я обязательно ему это передам. А все вероятности, я это все соединил, думаю, все-таки ему, ну, дали знать. Ну, не надо, это зачем тебе, когда столько непорядков везде, люди живут мирно, ничего нет. Они, когда я пошел в Краевой, это они хотели меня по какой-то грант вписать, Краевой, губернатора, деньги. Я говорю, да мне это зачем, я об этом толкую, чтобы без денег это делать, а деньгами-то, что же не делать? Вот, ни рубля мне не надо, мне нужно, чтобы зарегистрировали и все, а это возможность есть. Ну, то знаете, надо охрану там, сигнализацию, они начали говорить там, что, ну, музей-то это не то, там взять нечего, там, там ничего нет, мы все вынесли. Людям показать, как можно жить в этой бедности, раздраив, без помощи государства. Вот, как девчонка одна, она поняла детей всех своих, и в комнате порядок, обязательно посмотрите. И кто там есть, Люда, призовите. Вот это вот. И вот так нас Бог миловал нынче. Ну, ладно, все. Так, я еще нужен? Нет? Нет, нет. Ничего не надо, да? Как, ворота там все сделали? Да. А которые у тебя вдоль, вверху, там, все забиваете? Ну, четверть закрыли. И был вчера ветер, и мы не стали делать. Ну, да, чтобы вам снегу-то не надуло на пшеницу. Все, половину мы сделали с одной стороны. А когда пшеницу-то берете, на глине лежит, она не подмокает снизу? Еще не брали, не знаю, я боюсь. По краям она немножечко зелененькая. Ну, да, но это глина, ты не забывай глину. Да, мы глину вчера, ну, отмостки с нее сделали. Вчера, надо утаптывать теперь. Глина жирная, она воду не пропускает, она как сало придавляет. Ну, ее надо утоптать, чтобы она туда дальше стекала. Ну, делаем потихонечку. Ну, закончили мы все, горчицу, семечку все смахнули. Ну, там немножко. Понятно. Отправлять мы ничего не имеем. Хотелось сказать, весной, когда будете, посмотрите, особенно внимательно смотреть надо в этом Камагориха, где. Мы там на две доски уменьшили. Вода через две доски переходит только. То есть глубина стока на две доски меньше, чтобы смотрели. Но когда кончается, можно поднять. Можно поднять. Потому что если надо... Глазиму ничего не надо, убирать доски не нужно. Нет, там все, на уровне все заделано, доски не трогать. Все. Доска одна рядом. Надо одну доску поднять. На лето, если будет засуха, она как раз одна доска и к осени подойдет туда. Там все есть. Много было дыр в этой, бобры. Ну, там надо смотреть. Последнее время-то, после того, как я там походил, ничего нет, нигде больше не беспокоит. Вот там у вас гнездо около огородов-то, ну, там можно маленько попугать их. Хорошо бы, если они перешли все, когда вода будет, которое озерцо маленькое там около деревни, внутри деревни-то. Там ни запруйда, ничего нет. Там норна налили они сколько там вообще. Не, они будут бояться, наверное, человек. Да, мы что там сделали, которые внутри лежат сучки, сказали, уберем, проследить за этим, чтобы очистили. Люба с Валентиной приходили, маленько сделали, чтобы очистили. Весной это не плавали сучки. Мы все там убрали. Деревья сделали так, чтобы воздух пролетал над этим. Ну, сделали ворота как бы. Тогда вода не будет заквашена. Ну, с Богом. Спаси Христос. Как это, не хотят спасти Елена, так как, что-то она... Нет, хорошо. Ну, слава Богу. Скажи, мы помним. Мне радостно, что у нас хорошее отношение с ней. Терентий нормально? Подвигается? Да, подвигается. Дай Бог. Будем молиться, а остальное перед Богом. Он, Терентий, хороший. Я ее не знаю, но чтоб с первого дня он ей дал знать, как он... Ну, говорят, многие семьи хотели бы иметь его с зятем. Так скажи, скажи, ты смотри в Писание, как говорят. Ты ее к этому приучаешь, чтобы она ради Бога это делала. Тогда она будет и послушная. Но она не избалована, ей говорят так. Все-таки верующая. И здесь согласились венчаться. И чтобы не притеснялась. Думает она там ехать, куда надо. Это ее дело. Ну, церковь там может быть свою. А делать будешь, как надо, Господь сделает полностью единомысль. И самому надо. Сам-то видишь какой. Не трогай ни бороду, ничего. Да. Ну, да с Богом. Вы всегда с нами. Спасибо. Спасибо, Христос. Вот сегодня у нас получается 15-е. Барабаш. Игорь. Вот он пошел. Сейчас я постараюсь здесь в комнате. Уже не стал выходить. Вот его машина есть. Вот он идет мимо храма. Вот он подходит к воротам. Игорь Александрович Барабаш. Фермер. Вот он выходит в свою машину. У него два машина. У сына назначена свадьба. Он закончил Алтайский государственный технический университет. И сейчас с отцом работает в Потеряевке. Девушка одна, я не знаю, кажется, она в медицинском или где-то. Еще-то не знаю, где учится. Вот у них свадьба. Кажется, 3 ноября. Игорь поедет, наверное, в другую сторону. Что-то спятил он туда-назад. Мешину. Не вон спятил. А то скажут, спятил. Машину спятил. Смешно. И какой Игорь у нас. У него все друзья, и все у него как надо идет. А Еремия, сын, учится где-то. Я не знаю, что-то по сельскому хозяйству или что-то. Обучилище. В школе они отличники были. Вот так. Слава Иисусу Христу.